Уважаемые депутаты, прошу занять рабочие места. Приступаем к работе. Просьба перерегистрироваться. Включить режим регистрации. Включить режим регистрации. Слово предоставляется Николаю Петровичу Киселеву, председателю комитета по аграрным вопросам, переработке сельхозпродукции и развитию сельских территорий. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, Сергей Сергеевич Гущин уже задавал в докладу Сергея Александровича этот вопрос. В 2002 году был принят закон о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, как раз по итогам предыдущего года, потому что 99% и в нашей области, и в России хозяйства оказались закредитованными. К тому времени была принята программа финансового оздоровления, были обозначены сроки реструктуризации, и на сегодняшний день, в прошлом году мы на докладе Совета Федерации говорили, что оздоровление надо начинать как раз с оздоровления финансового вот этой части категории, потому что сегодня 90% предприятий после реструктуризации финансового состояния свое почти не улучшили. И самое обидное, что в принципе все кредиторы сумели свои деньги, как говорится, получить, а остались долгой у нас сельхозтоваропроизводителей перед бюджетом и бюджетными фондами. Сумма в нашей области невелика, на масштабах Российской Федерации это порядка 80 миллиардов рублей. Могу прямо сказать, что большинство хозяйств, которые находятся в этой состоянии, не выполнят условия реструктуризации, поэтому депутат Сироткин внес проявлен в Государственную Думу, но он фактически палеотивный. Там предложено к существующим срокам реструктуризации, когда хозяйство заканчивается, срок 5 лет. По закону мы могли добавить только 2 года, а депутат Сироткин вносит еще срок продлить условия реструктуризации еще на 5 лет. Те хозяйства, которые на момент принятия сегодня закона полностью использовали свои 5 лет, значит срок продления будет всего 3 года. Поэтому я считаю, что этот документ поддержать надо, все-таки это шаг в правильном направлении, хотя он почти не решает глобальную проблему закредитованности сельскохозяйственным товаропроизводителем. Это не то, о чем мы говорили с Сергеем Александровичем, там речь шла об институционных кредитах, а здесь вообще только долги, которые накопились к 2002 году. Я думаю, что уже давно пора о них в принципе забыть. Спасибо. Комитет Аграрный поддержал единогласно этот проект этого закона и просит поддержать законодательное собрание, дать положительные заключения на этот проект закона. Есть ли вопросы к Николаю Петровичу? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 43 решения принято. Спасибо. 26 вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Слово предоставляется Владимиру Гаврилову Чубакину, председателю комитета по бюджету и налогам. Уважаемые депутаты, Алексей Максимович, я скажу сразу по двум вопросам. Конечно, конечно. 26 и 27, они одинаковые, направлены на финансовое усиление финансового контроля. Значит, первый вопрос – это предлагается нам поддержать проект закона, направленный правительством в Государственную Думу. Законопроекта вносится в федеральный закон изменений, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок и легализацией преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. Прошу поставить на голосование, Алексей Максимович. Это по 26 вопросу. По 26 вопросу. Есть ли вопросы к Владимиру Гавриловичу? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 41, против 3, воздержалось 5 решений, принимается. И 27 вопрос. И второй, 27 вопрос по повестке дня. Это проект федерального закона, внесен в Государственную Думу также правительством Российской Федерации. Законопроект направлен на совершенствование установленного законодательством порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Вводится, подчеркиваю, обязательно досудебная процедура отжалования всех без исключения ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц. Увеличится до одного месяца срок подачи налогоплательщикам апелляционной жалобы. Прошу поддержать. Есть ли вопросы к Владимиру Гавриловичу? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 50 воздержался один. Решение принимается. Спасибо. 28 вопрос о проекте федерального закона, о внесении изменений в статью 12 федерального закона, об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Слово предоставляется Владимиру Валентиновичу Яговкину, председателю комитета по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий и информационной политики. Уважаемые депутаты, проектам федерального закона предлагается распространить обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей только на депутатов законодательно-представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, работающих на профессиональной постоянной основе, поскольку деятельность иных депутатов не финансироваться из бюджета субъектов Российской Федерации. В случае принятия Государственной Думы данного законопроекта будут внесены поправки в закон о статусе депутата Законодательного собрания Кировской области. Данный законопроект также поддержан правительством Кировской области. Данный проект постановления одобрен и рекомендован ответственным комитетом. Прошу поддержать принятие данного проекта постановления. Есть ли вопросы к Владимиру Валентиновичу? Дмитрию Михайловичу, пожалуйста. У меня такой вопрос тогда по комиссии. Мы сегодня уже эту тему обсуждали. Если все-таки Государственная Дума эту поправку внесет, то у нас как бы две комиссии, или мы просто те депутаты, которые работают на общественных началах, будут сдавать вторую форму НДФЛ, только доходы? Или у нас будут две комиссии? Одна для десяти депутатов, которые на освобожденной основе, и остальные будут другую комиссию сдавать? Будет согласно закону о статусе депутаты одна комиссия о доходах и расходах. Соответственно, если Госдума примет данный законопроект, то сведения будут подавать только депутаты, работающие на постоянной основе. Это о расходах и доходах. А о доходах так и останется? Нет. А, только они, да? Только о расходах. Понятно. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. Спасибо. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в первом чтении, Государственной Думой принят данный законопроект. Он принят по инициативе представителей практически всех фракций и принят тоже практически почти единогласно Государственной Думой в первом чтении. Проект федерального закона призван учесть региональное многообразие Российской Федерации и устанавливает возможность определения законом субъекта Российской Федерации и нового, отличного от общего порядка, избирания высшего должностного лица конкретного субъекта Российской Федерации. Проект МФЗ предусматривается, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может избираться депутатами законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Тогда кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выдвигаются президентом Российской Федерации по представлению политических партий, которые представлены либо в Госдуме, либо в законодательном представительном органе соответствующего субъекта Российской Федерации. Кроме того, законопроект предусматривает вариант представления от самих политических партий непосредственно президенту, потенциальных кандидатов. Каждая партия выдвигает не менее трех кандидатов. Дальше кандидатуры, уже определенные президентом, вносятся на законодательное собрание того субъекта Российской Федерации. Вчера комитет рассмотрел данный законопроект и рекомендует поддержать его. У меня все. Есть ли вопросы к Михаилу Владимировичу? Дмитрию Михайловичу, пожалуйста. У меня больше такая реплика депутатам. На самом деле на Совете Законодательного собрания вопрос обсуждали, и мы очень много проработали над тем законом, который у нас уже принят в Кировской области о прямых губернаторских выборах, пускай они даже не очень прямые. Понятно, что я не представляю никакую партию и говорю как избиратель. Для меня было бы более-менее понятно, что в данном случае все-таки избиратели и население должны избирать себе губернатора. В данном случае нам предлагаются две формы. На выбор, кстати, Законодательному собранию Кировской области. Связано это с тем, что есть у нас горячие точки в виде Северного Кавказа. Честно говоря, нас даже с Валерием Николаевичем Турула, господин Бусагинов, хотел послать туда и показать, как там тяжело живется и как там тяжело работается. Хотя, думаю, что тут проблема совершенно другая. И проблема, наверное, не в горячей точке, а в процентах показаний за определенную партию на территории каждой области и республики. То вот как раз Северный Кавказ-то тут не подходит. У них 99% голосуют за партию «Единая Россия» и, думаю, там проблем нет из-за любого кандидата. И как раз вот эта вещь, она больше отражается на тех регионах, где рейтинг партии не так высок, как хотелось бы. В данном случае я против того, чтобы сегодня Законодательное собрание определяло, какую форму избирать для избирателей при выборе первого лица Кировской области. То предлагаю не поддерживать эту вещь, а оставить все как есть. У нас выбрана с вами форма прямых выборов. Это обоюдно демократический, мне кажется, путь. При всем при этом это ложится на долю избирателей населения. Пускай они определяют, а не Законодательное собрание, кто будет главой региона. Так что я не хочу, чтобы у нас именно Кировская область оказалась Северным Кавказом по процентам. Спасибо. Константин Морисович. Социалистическая фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против этого законопроекта. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Уважаемые коллеги, я хотел бы от себя, как председателя профильного комитета, добавить и непосредственно как депутат. Безусловно, сегодня мы должны понимать, что речь идет не о законе Кировской области, а о выборах губернатора Кировской области. Здесь с законом мы уже определились. Мы долго над ним работали, пришли к единому варианту, к единому согласию. Сейчас речь идет о возможности предоставить право другим субъектам в ином порядке выбирать высшее должностное лицо. Поэтому я считаю, что в этом вопросе мы не вправе сдерживать другие субъекты Российской Федерации. Опять же, повторюсь, в отношении Кировской области, по-моему, мы достаточно уже говорили и определились. Закон у нас есть, и мы сегодня не вносим поправки в наш региональный закон и не собираемся его вносить. Почему? Вообще-то на федеральном уровне законопроект принимается в трех чтениях. Спасибо, Михаил Валентинович. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 30 против 10, воздержало 7. Решение принимается. Спасибо большое. Тридцатый вопрос. О проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях и статью 343 Трудового кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, Михаил Валентинович. Уважаемые коллеги, данный законопроект направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, предупреждение религиозного экстремизма в содействии и укреплению внутриконфессионального и межконфессионального согласия. Я думаю, вы все ознакомились с тем законопроектом, с которым вышли наши коллеги из Республики Татарстан с пояснительной запиской. Профильный комитет вчера рассмотрел данный законопроект, рекомендую его поддержать. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 41, против нет, воздержались 8. Решение принято. 31 вопрос. О внесении изменений в постановление Законодательного собрания области, о назначении членов комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей глав администрации муниципальных районов и городских округов. Слово представляется Николаю Петровичу Коеву, заместителю главы департамента по вопросам внутренней и информационной политики области. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 16 закон области о местном самоуправлении в Кировской области, при формировании комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района городского округа, две трети ее членов назначаются представительным органам муниципального района городского округа, а одна треть законодательным собранием Кировской области по представлению губернатора области. В связи с происходящими кадровыми изменениями и проведением 1 марта 2013 года конкурса на замещение должности главы администрации Нагорского района, губернаторам области вносится предложение по замене одного члена комиссии по данному району. Дополнительных следствий из областного и местных бюджетов на реализацию постановления не потребуется. Прошу принять данное постановление. Благодарю за внимание. Есть ли вопросы? Пожалуйста, Марина Сергеевна. Я уже неоднократно сталкивалась, кстати, недавно был материал в Вятском крае про Сарсоны, хороший материал, но там даже не было упоминания о том, что это депутат законодательного собрания. Вот здесь я тоже вижу, что у нас Егдаров Вячеслав Николаевич, он сюда был включен как председатель сельскохозяйственного кооператива, но это уже был, может быть, до выборов в 2011 году. Но если, наверное, указывают, что это депутат или нет? Или это не обязательно? Нет. У нас идет замена по представлению губернатора одного представителя от области на другого. Болезин, который являлся членом этой комиссии, вышел на пенсию и покинул работу в правительстве, поэтому назначается туда Богомолов Владимир Михайлович, заместитель главы департамента архитектуры и строительства Кировской области. То есть замена одного представителя на другого, это депутатского корпуса не касается. Я поняла, но во всяком случае, когда у нас идут постановления правительства области, всегда уточнение, там должность такого-то уточнить, там изменения у вас по департаменту и так далее. Я просто считаю, что если депутат и депутат, да, пусть будет представитель, как и депутатского корпуса. Хорошо. Принимается. Михаил Викторович Конышев, пожалуйста. Николай Петрович, в прошлом году я вам задавал идентичный вопрос, кто входит в состав комиссии, одной трети. Вы ответили, как правило, депутат законодательного собрания. У вас это правило распространяется на всех членов комиссии или по представлению только губернатора? Значит, по тому, что я вам докладывал, две трети муниципалитет своих, одна треть правительства, два представителя от правительства области и один представитель от законодательного собрания. Всего три человека в комиссии, которая у нас представляется на районном уровне. От правительства. То есть, поясняй, два работника правительства и один депутат. То есть, три человека, которые входят в каждую комиссию в каждом муниципальном образовании. Спасибо, Константин Борисович. Вот тот человек, который сегодня назначается, это от правительства. Да, да, да. А на него есть какое-то заявление от ходатайства от какой-то структуры? Значит, определение данного человека согласно представлению губернатором в законодательное собрание своего послания. Он там указал, что он рекомендует назначить комиссию Богомола взамен ушедшего на пенсию и покинувшего пост Балезина. Ну, есть заявление какое-то, да? От Балезина, наверное, заявление? Ну, нет, понимаете, Балезин ушел на пенсию, и он не является государственно-гражданским служащим на сегодняшний день. А по, значит, самому регламенту, о чем вы меня спрашиваете, два человека, которые представляются от правительства Кировской области, это должны быть государственно-гражданским служащими. Ну, понятно, но вы нам говорили, что чтобы губернатор внес члена комиссии, должно быть заявление. У нас заявления, вы сказали, не было, хотя его спрятал под сукнотом, значит, это парад, по-видимому, законодательного собрания. То есть там была, вы помните, детективная история, не могли найти наше заявление, значит, там и так далее. И вы нам сказали, что должно быть в этом случае обязательно заявление. Так вот, в вашем случае заявление есть, его можно посмотреть сегодня? Я понимаю, согласование Владимира Михайловича Богомолова на назначение в комиссию получено. То есть мы же согласовываем это дело с человеком. А заявление есть? У него, значит, знаете как, я еще раз подставляю, заявление лично человек не пишет. Ему говорят, уважаемый, значит, сам Владимир Михайлович, вы назначаетесь от правительства, вы согласны? Зачем же вы с нас заявление просите? Вот вы понимаете, о чем речь? Константин Александрович, я отвечу. Речь идет о следующем. На имя губернатора, законодательного собрания, есть и законодательное собрание, желает представить депутата, должен написать или сам депутат, который желает, или от администрации вашего представительного органа. То есть у правительства льгота есть? Никак нет никакой льготы. Льгот ни у кого нет, Константин Александрович. Спасибо. Слово предоставляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву, представителем комитета по законодательству и местному самоуправлению. Уважаемые коллеги, тут два момента. Первый момент, конечно, Николай Петрович немножко слукавил, потому что в действительности губернатор может предложить любую кандидатуру, это не обязательно государственные гражданские служащие. Это первый момент. Второй момент. Комитет вчера рассмотрел данное предложение проекта постановления и рекомендует его поддержать. Спасибо. Ставлю на голосование постановление, проект которого вам роздан. Голосуем. За 39, против 1, воздержалось 9. Решение принято. Спасибо. 32 вопрос. О внесении изменений в постановление законодательного собрания области о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Кировской области. Слово предоставляется Михаилу Вячеславовичу Курашину, заместителю председателя законодательного собрания области. Уважаемые коллеги, проектом постановления вносятся изменения в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Дополнительно предлагается включить в состав комиссии Манулова Светлана Федоровна, председателя правления Кировской областной общественной организации по защите прав политрепрессированных Вятка+. И Ткачева Олега Юрьевича, руководитель комиссии по вопросам развития гражданского общества Общественной Палаты Кировской области. Обе кандидатуры внесены в соответствии с порядком, установленным постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР о комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий и положением о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Кировской области, утвержденным постановлением законодательного собрания области. Есть ли вопросы к Михаилу Вячеславовичу? Нет. Слово предоставляется для оглашения решения Комитета профильного Гущину Сергею Сергеевичу. Комитет рекомендует принять данное постановление. Спасибо. Ставлю на голосование постановление, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 47. Воздержался 1. Решение принимается. Спасибо. 33-й вопрос. О внесении изменений в положение о ежегодном конкурсе «Парламентаризм на Вятке» на лучшее освещение деятельности законодательного собрания Кировской области в средствах массовой информации. Слово предоставляется Владимиру Валентиновичу Яговкину, председателю Комитета по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий и информационной политики, автору инициативы. Уважаемые депутаты, данный проект постановления предусматривает внесение изменений в положение о ежегодном конкурсе «Парламентаризм на Вятке» на лучшее освещение деятельности законодательного собрания Кировской области в средствах массовой информации, а именно 1. Вводится новая номинация «Лучший фотоматериал о деятельности законодательного собрания» и его депутатов, опубликованный в областном, районном или городском печатном издании, либо размещенный в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 2. Перераспределяется между номинациями суммы, выделенной на социальные выплаты в виде премий. 3. Уточняется требование, предъявляемое к порядку предоставления материалов, выдвигаемых на конкурс предполагается утверждение формы заявки, увеличение срока рассмотрения заявок конкурсной комиссии. Дополнительных средств областного бюджета для реализации данного проекта не требуется. Данный проект постановления одобрен профильным комитетом. Прошу принять проект постановления. Есть ли вопросы? Не отставлю на голосование положение, проект которого у вас имеется. Голосуем. За 49. Водержался 1. Решение принимается. 34. Вопрос. О внесении изменений в положение о комитете по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Слово предоставляется Виктору Николаевичу Женихову, председателю комитета по энергетике, ЖКХ, строительству, транспорту и связи. Уважаемые депутаты, проект постановления разработан в целях совершенствования деятельности комитета и предусматривает корректировку положения в соответствии с нормами регламента законодательного собрания. На профильном комитете проект постановления рассмотрен и рекомендован к принятию. Есть ли вопросы к Виктору Николаевичу? Нет. Ставлю на голосование изменения в положение. Проект вам роздан. Голосуем. За 50 решений принимается. Спасибо. 35-й вопрос. Об утверждении примерного плана законопроектной работы законодательного собрания Кировской области на 2013 год. Уважаемые коллеги, предлагаемый к утверждению примерный план составлен на основе предложений субъектов законодательной инициативы. Все они были своевременно извещены о возможности подавать предложения. Хочу подчеркнуть, что план не является догмой. Любой субъект законодательной инициативы в любое время может предложить дополнение в него. Законодательным собранием будут рассматриваться и другие поступающие законодательные инициативы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего регламента. План, утвержденный нами год назад, практически полностью выполнен. Более полную информацию можно взять из отчета о работе законодательного собрания за прошлый год. Проект плана был рассмотрен на заседаниях комитетов. Замечаний высказано не было. Есть ли вопросы? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления, проект которого у вас имеется. Прошу приготовиться к голосованию. Голосуем. За 50. Решение принято. Спасибо большое. Переходим к 39-му вопросу. Разные. Слово просил Крепостнов Валерий Васильевич. Уважаемые коллеги, сегодня я планировал выступление в разном. И с учетом важности вопроса хотел просить вас об увеличении регламента с 3 минут до 17. Утром мое выступление с подробным разъяснением позиции по вопросу о недоверии губернатору слышали не только депутаты, члены фракции «Единая Россия», но и присутствующий на фракции заместитель председателя правительства области Александр Александрович Галицких. Уверен, что губернатор уже в курсе основных тезисов моего выступления. Позиция губернатора, отреагировавшего на озвученную мной инициативу группы депутатов о недоверии ему, высказыванием о том, что почему я не слышал деваших претензий ранее, мне в целом понятно. Заявляя в средствах массовой информации об отсутствии проблем в коммуникациях между ним и Законодательным собранием, Никита Юрьевич находит время и возможность приглашать депутатов к себе в кабинет и разговаривать с ними с глазу на глаз. В том числе и в целях, мягко говоря, корректировки позиций депутатов. При этом сегодня, к сожалению, мы опять не видим губернатора в президиуме Законодательного собрания. Напомню, что не видели мы его и при принятии закона области об областном бюджете на 2013 год. До этого, кстати, Никита Юрьевич в течение двух лет, в 2009 и в 2010 годах, позволял себе не выступать перед Законодательным собранием с ежегодным посланием о социально-экономическом развитии региона, что явилось нарушением правила, установлено НИИМ и неукоснительно соблюдавшегося до этого в течение многих лет предыдущими губернаторами. Уважаемые коллеги, я с нетерпением жду прямого личного общения с губернатором области в присутствии всего депутатского корпуса. Разговор будет откровенным. Спасибо. Спасибо, Валерий Васильевич. Слово, что непонятно? Было сказано то, что сказано и услышано. Настаивает ли Дмитрий Михайлович на слове в разном. Пожалуйста, Дмитрий Михайлович. Я только не понял, сколько можно, 3 или 17? Три. Я буквально по заседанию сегодняшнему. Я, в общем-то, всегда обсуждаем те темы внутри депутатов, которые кому-то как-то не нравятся. Хотел бы сегодня задать вопрос определенным части депутатов по сегодняшнему вообще пленарному заседанию. Коррупцией вы бороться не хотите или не можете? Проблемы детей-сирот также обсуждать не хотите? Инвалидов не балуете? Заслуженных людей не цените. У меня вопрос, на какой электорат вы работаете? Значит, вообще, как бы хотел сегодня, как бы вы не хотели, все-таки тему детей-сирот в разном хотя бы для депутатов донести, потому что уверен, что большинство депутатов не читали обращения, которое мы подготовили вместе с людьми, которые изо дня в день и сейчас в час занимаются детьми-сиротами, особенно больными. Придется хотя бы сегодня выслушать. Значит, сегодня день Святого Валентина, и я бы очень хотел, чтобы в день Святого Валентина вот слово любовь, оно было не только к близким и к родным, а к тем детям, которые очень этого хотят и кому это очень сегодня нужно, пускай они хотя бы находятся в детских домах. Значит, коротко на официальных данных. Кировская область одна из регионов, где проблема детей-сирот стоит очень остро. У нас работают 18 учреждений, где живут 1625 детей-сирот. Очень много делается для того, чтобы они приобрели реальные семьи с нашими гражданами. Но, к большому сожалению, активность россиян очень невелика, особенно если это касается больных детей. За последние три года официальные данные в Кировской области иностранными гражданами усыновлено 286 детей. В США уехали 56 детей. При этом, что скрывать, на 90% это больные дети, в лучшем случае это дети третьей группы, а в лучшем случае это хронические патологии, отягощающие наследственность. Сами понимаете, здоровых детей там практически нет. Как правило, в большинстве случаев эти деньги пока в нашей стране родители не находят. При этом число больных детей постоянно растет. Мы верим, что благодаря общим усилиям, в том числе наших депутатов, должны стать приоритетным направлением социальной политики государства и количество, которое уже есть, можем хотя бы остановить. Это будет непростой и долгий путь. Но, пока самостоятельно решить эту проблему мы не можем, обращаюсь к вам по закону Димы Яковлева приостановить поправку депутата Госдумы Екатерины Ляховой, это четвертая статья закона, о запрете вывоза наших детей гражданам США и не лишать ребенка шанса приобрести семью даже в другой стране. Значит, это вот такое короткое было обращение, которое депутаты сегодня отклонили и не хотят обсуждать. На самом деле я не хочу брать за основу всю страну, я хочу сказать, что в нашей области это большая проблема. И в данном случае, когда мы сегодня говорим о том, что эту тему не надо обсуждать, ее надо обсуждать, потому что если подымет руку в зале из депутатов, кто готов взять больного ребенка из детского дома, то я как бы пожму ему честно руку. Но при всем при этом я хочу сказать, что я сам долго над этим думал и говорю честно. Морально я не готов, но я и не готов запрещать иностранным гражданам и людям, которые хотят этих детей взять, это им дело не разрешать. И из этого мой вопрос очень простой. Мы прекрасно знаем сегодня систему нашего здравоохранения. Мы прекрасно знаем, что будет с этими больными детьми после 18 лет. И я бы хотел, конечно, чтобы все-таки мы перешли из формата политики в формат человеческих отношений. И мне очень неприятно, что мои коллеги не хотят об этом говорить. Вот я коротко вам рассказал, если есть вопросы, я готов как бы на них ответить. Показатель 286 детей, это большой показатель за три года. Больных при том, что детей. Все они живые. Вот вы задали вопрос, все ли они живые. Не надо сказки там рассказывать, что их там куда-то, куда-то. Я разговаривал с опекой, я разговаривал с директорами интернатов. За 20 лет, по крайней мере, на территории Кировской области проблем, кто установил иностранных граждан, иностранных граждан, кто установил наших детей. Связь постоянно поддерживается. Никаких жалоб и никаких там страшных случаев не происходило. При всем при этом, как бы, мы четко должны понимать, что люди осознанно идут на эту вещь, и они реально могут помочь этим детям. К сожалению, что пока мы это сделать не можем. Никакими деньгами, дополнительным телевизором, сотовым телефоном и кучей там подарков семью детям не восстановить. Им нужна семья, а не деньги. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Константин Борисович, что у вас. Алексей Михайлович, я, да, по ведению, я прошу проверить наше голосование. Там, видимо, может быть ошибка произошла. Я и моя коллега Перминова, вот по вопросу голосования вставить это в повестку, поправку по Диме Яковлеву, я голосовал за, она голосовала воздержалась, а в распечатке у нас у обоих записано против. Проверьте, пожалуйста, если там может быть ошибка, может быть, я неправильно нажал, ну тогда просим за честь наши голоса как за и воздержался соответственно. Регламент, я думаю, такого не предусматривает, как проголосовали. Может быть, заявление написать? Я думаю, что… По-моему, у нас были такие случаи. Регламент такого не предусматривает. Если вы настаиваете там на переголосовании, это другое дело, а если вы как проголосовали, так проголосовали. А мы можем переголосовать сейчас. Нет, сейчас уже… Пожалуйста, Светлана Николаевна Масленникова. Я прошу депутатов поддержать Дмитрия Михайловича в данном вопросе и предложение направить в Госдуму по следующим причинам. Существует статистика, и от этого мы не сможем никуда одеться. То есть о том, что выпускники детских домов в Кировской области социально не адаптированы к жизни. И то, что большинство этих выпускников спиваются, бомжуют, попадают в тюрьмы, в криминальные группировки и так далее. И лишь небольшая часть социально адаптированная встают на ноги, имеют свое жилье, заводят семьи и так далее. Высокий процент детей с ограниченными возможностями здоровья. И действительно, мы знаем не понаслышке о том, что таких детей очень мало берут в приемные, опекунские семьи. И эти дети в основном, конечно, попадали за рубеж и получали квалифицированную медицинскую помощь, соответствующий уход. Реабилитационные мероприятия в отношении детей этих осуществлялись. И процент возврата, мы с вами знаем, что очень низок. И только несколько случаев, когда усыновленные российские дети иностранными гражданами пострадали от приемных родителей, это муссировалось в средствах массовой информации. Но не было так масштабно, как это в российских семьях. Возврат детей, взятых в приемные семьи в Кировской области, очень велик. И эти дети получили еще плюсом одну травму, когда их возвращают, это большая психологическая травма. Мы можем долго говорить на эту тему, но я как депутат... Но надо записываться, было в разном. Поддерживаю Дмитрия Михайловича и прошу вас поддержать. Спасибо. Власен Николаевич, вы тоже? Конечно, очень приятно, что депутаты поверили в себя и высказываются в поддержку федеральных законов, то есть хотят какие-то моменты подкорректировать, что-то изменить. Мне кажется, более было качественно и продуктивно просить озвучивать депутатов Государственной Думы и посетить Совет Федерации по этим вопросам. Я думаю, что наши все поддержки, конечно, они имеют значение, но на федеральном уровне особо не слышны. Спасибо. Слово представляется Мамаеву Сергею Павлинычу, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу ответить на постановочный вопрос, если это возможно. Я голосовал за этот закон, который сегодня приняла Государственная Дума. Прелюдия к этому закону. Было ратифицировано соглашением, не было закона о усыновлении детей, в общем-то, за пределами, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, даже МИД сегодня не располагает теми цифрами, о которых, как говорится, сказал Дмитрий Михайлович. Не располагает, никто не контролирует, потому что в каждом штате Соединенных Штатов Америки есть свои, так сказать, законы, которые не позволяют это дело делать. Но мы много видели сюжетов по телевидению по издевательству над теми гражданами, которые были усыновлены в Соединенных Штатах. Тем не менее, сегодня очень ужасные цифры приводили в Государственной Думе именно по вопросам имплантаций и так далее. Поэтому этот вопрос, я считаю, поднимать нельзя. Завыла желтая пресса те проамериканские, я бы так сказал, средства массовой информации, которые есть сегодня на территории Российской Федерации о том, что вот этот закон не гуманный и так далее. Он направленный в ответ на закон Магнитского, но я считаю, что это очень закон принят правильно, своевременно. И тем не менее, считаю, что этот вопрос надо сегодня... Нельзя... Там целый бизнес, так сказать, по этому направлению был создан на территории Российской Федерации. Ну и к своему непосредственному выступлению, которое я хотел озвучить в начале сессии. Уважаемые депутаты, дорогие земляки, хочу обратиться с этой трибуны Кировского парламента, обращаясь не только ко всем присутствующим в этом зале, но и ко всем тем, кто живет в нашей прекрасной земле от имени 140-тысячной армии моих избирателей, с одним лишь вопросом, как долго Кировская область будет лететь под откос под смеху и люлюканье либерал-гастролеров всех мастей. Еще вчера люди, сидящие в этом зале, открыто говорили, что коммунисты правы, и время компрадоров и временщиков на этой земле закончилось. Сегодня они все больше молчат, остановленные окриками из центра самой единой партии страны. Но думать-то им никто не запретил. И думают люди примерно так. Давно уже пора кому-то остановить сомнительную деятельность губернатора Белых и его полукриминальной команды. Тем более, что эти ожидания уже сегодня материализуются в действиях правоохранительных органов. А вот когда наступит светлое завтра на нашей родной земле, зависит не только от людей в погонах, которые, я надеюсь, оперативно и качественно сделают свое дело. Вы и только вы, народные избранники, здесь и сейчас способны оптимизировать этот процесс оздоровления власти. Другими словами, власть в регионе может поменяться уже с приходом весны в наши края. А может и тогда, когда в руководстве партии власти переварятся все колючие и горькие плоды работы этих гореуправленцев, переварятся и лягут рядом с другими непотопляемыми результатами дьявольских экспериментов над нашими людьми. Например, взятие неподъемных кредитов на зарплату обернулось для некоторых глав районов той намыленной веревкой, которая и выдавила из них подписи за дальнейшую совместную работу с губернатором. Я говорю об этом не голословно. Вы сегодня все получили материалы, но они были вчера еще в другом формате, а сегодня уже практически, так сказать, из текста поменялся и подписантов стало больше. Я об этом говорил и говорю и буду повторять. Насколько мне известно, есть обращение ряда руководителей к депутатам ОЗС, где последний заявляет о полном доверии губернатору и готовы продолжать с ним дальнейшую работу. Как понимать этих руководителей, когда впервые на моей памяти за 20 лет средства для выплаты заработной платы берутся муниципалитетами в банках под высокие проценты? Наверное, кто-то считает это огромным успехом совместной деятельности с губернатором. А мы считаем это основой финансовой неразберихи и мощным фактором развала экономики. Свидетельством финансово-экономического кризиса является стремительный рост безработицы. Кировская область – это данные статистики, а не пиар-публикации подконтрольную губернатору СМИ. Вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Инвестиционная привлекательность тоже в загоне. И это несмотря на то, что с худого бюджета Кировской области шлют деньги в богатейший американский штат Флорида. Особенно усердствуют активисты из партии «Справедливая Россия». Она не на всех перекрестках повторяет легенду о том, что Белых лично привез огромные инвестиции. Где они? Кто их видел? Да и сегодняшнее голосование по повестке дня по моему выступлению это подтвердило. Мы все отлично понимаем, что хозяйственная разруха в области и рост коррупции среди чиновников. Финансовая неразбериха – результат неэффективного руководства нынешнего правительства области во главе с господином Белых. И чем раньше Никита Юрьевич уйдет со своего поста, тем быстрее область выйдет из финансо-экономического кризиса, покончит с коррупцией и кадровой чехардой. Мы, коммунисты, призываем депутатов законодательного собрания принять сегодня обращение к президенту Российской Федерации Путину с просьбой, Владимиру Владимировичу, с просьбой освободить Никиту Юрьевичу Белых за утрату доверия кировчан и предлагаем ему уйти с поста губернатора Кировской области. Надеюсь, что вы поддержите мое предложение. Я всех вас благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, наверное, когда-то надо говорить. Мы здесь находимся в этом зале, и я уверен, что политическая борьба важна и нужна. Она заставляет нас развиваться, двигает общество вперед. Но всегда встает вопрос методов. Сергей Павлинов сегодня делает заявление, они звучали уже в Государственной Думе, предлагается написать обращение к президенту. Вчера кто-то смотрел, президент проводил вечером комиссию по АТЭКу. Нет? На России-24. Вы видели количество проблем, которые есть в стране? Я все понимаю. Сергей Павлинович, при всем уважении, я еще раз говорю, в политической борьбе, два суда, которые прошли, вы искусственно на суды не приходите. Кто может определить? Я считаю, что суд должен определить те заявления, которые делаются, и если они действительно соответствуют действительности, то пусть будет судебное решение. Приедите на суд. Валерий Васильевич, сегодня призываю к дискуссии. Я тоже сейчас работал в правительстве, сейчас законодатель, и когда сегодня Доронину было замечание, что вы там сидите наверху и ничего не можете сделать. Действительно, как законодатель, считаю, что законодательная власть в власти должна развиваться и с исполнительной властью должна выстраивать конструктивный диалог, потому что иногда исполнительная власть делает то, что хочет и не слышит. Поэтому, Валерий Васильевич, когда вы сказали, что нужен диалог, я полностью поддерживаю. К такому же диалогу, например, к открытой дискуссии я предлагаю в рамках законодательного собрания Сергей Павлинович конкретно по фактам будет говорить, а Никита Юрьевич должен с какими-то фактами на руках отвечать. Это будет диалог и конструктивная работа. Вчера была презентация Кировской области в торгово-промышленной палате в Москве. Часть депутатов, присутствующих здесь, присутствовала. Сказать, что мы плохо выглядим на фоне России, нельзя сказать. Те отчеты, которые проводили замы, у меня к замам есть вопросы, я говорю тоже, но выглядим мы нормально, развитие идет. И поверьте, я уже говорил, что иногда позицию сейчас оцениваю с Москвой, когда коллеги спрашивают, что у вас на вятке происходит. Большинство коллег, давайте оценивать объективный регион. То есть мы иногда становимся посмешищем на федеральном уровне. И когда мы считаем, что произойдет чудо, если мы не сможем выстроить с федеральными органами власти диалог, и с нами кто-то будет работать, то чудо не произойдет. Все субъекты федерации на сегодняшний день находятся примерно в одинаковых условиях. Только кто-то умеет эту работу выстроить, а у кого-то не получается. Когда над нами сейчас со стороны смеются, и мы подойдем жареные факты какие-то, пытаемся их создать на территории области, мы выглядим не в лучшем виде. И вряд ли завтра с нами эта работа будет конструктивно продолжаться. Поэтому мое предложение простое. Я всегда считаю, что все можно перевести на цифры. Они должны быть объективны, они должны быть доступны не только депутатам, они должны быть доступны избирателям, чтобы избиратели могли делать свои выводы. Когда мы начнем считать, мы можем сравнивать. Когда мы будем сравнивать, мы сможем выбирать. Поэтому, уважаемые коллеги, я призываю к разумным решениям и к взвешенному делу. Спасибо. Спасибо. На этом повестка первого в этом году пленарного заседания исчерпана. Следующее заседание планируется провести 28 марта. Учитывая это в полном составе, мы соберемся только в конце марта. Поздравляю всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества, а наших уважаемых женщин с Международным женским днем. Всего наилучшего, здоровья, счастья, успехов! Спасибо.